20 сельских улиц каждый вечер остаются в темноте. Бесхозные линии уличного освещения энергетики отказываются обслуживать. Глава города сдвинул проблему с мёртвой точки, заставив провести ревизию и принять на баланс сети. Что происходит сегодня в службах? Решение вопроса попросту заволокители. Прекратить этот футбол и взяться за работу потребовала Светлана Яровая и дала два дня для того, чтобы представить чёткий график подключения улиц. Людям должно быть всё равно, что мы там. Получили мы те условия. Какие-то авторы сграничения. Ещё какой-то там дологняк. Людям всё равно. Они должны идти домой по Светлану улицам. Значит, я ещё раз повторяю, в четверг жду предложения с самой кратчайшей сроки. Следующее поручение муниципальному контролю. Составить реестр разрытий с указанием заказчиков работ, сроков и качества восстановления дорожного полотна, тротуаров и газонов. Тем, кто не соблюдает требования городских властей, грозят не только штрафы. Я очень рекомендую, да нет, я даже уверена, я возьму это на контроль. Этих подключиков наших строительных работ больше не будет. Освобождение пляжных территорий от торгового хлама на этой неделе уже не тема для обсуждения. К работе приступили ещё на выходных. На этой неделе закладывается правовая основа. У меня сегодня комиссия будет проходить по демонтажу нестационарных объектов. Это в том числе пляжные территории. Я думаю, что публикация будет в субботу. И в понедельник-вторник вооружаемся инструментами и начинаем реализовывать наши планы и поручения главы города. На пятницу запланирована встреча с руководителями органов ТОС и активистами. Каждой службе надо быть готовой ответить на вопросы общественников, резюмировала Светлана Яровая.